Привет, ребятишки! Сегодня у нас пикантная тема Притеснение геев в Чечне Вначале я подумал, что это все устроили просто для того, чтобы в очередной раз постебать Кадырова Что, ну как бы, все же понимают, что в Чечне любого человека, несогласного, там с чем-то могут дернуть Проверить у него мобильник, я не знаю, сделать там с ним что угодно То есть, если он с Кадыровым не согласен или там что-то, даже не важно, гей он там, не гей Это как бы, в общем-то, известно Вот эта новая газета, она просто, ну, делает вот такое заявление в надежде на то, что Кадыров как-то резко отреагирует Как обычно, в своем репертуаре, это вызовет массу всеобщего внимания Как он сам говорил каналу Дождь, что вот повсюду Кадыров, Кадыров, Кадыров Как будто других руководителей республик не существует Ну, на самом деле он не как все, конечно же И Чечня на особых условиях Но с этими геями оказалось все не так просто Потому что вмешалось международное сообщество Для начала я зачитаю краткий отрывок из новостей, чтобы было понятно предмет сегодняшнего видео Министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Швейцарии Написали коллективное письмо главе МИД России Сергею Лаврову Европейские дипломаты выразили обеспокоенность ситуации с правами гомосексуалов в Чечне И угрозами в адрес журналистов Потребовали провести расследование Из письма Мы призываем российское правительство расследовать эти ужасные обвинения И гарантировать безопасность активистов и журналистов, которые проводят расследование Мы призываем российское правительство использовать свое влияние на региональные власти Чечни С тем, чтобы репрессии немедленно прекратились Пострадавшие получили помощь, а виновные предстали перед судом Вот когда я слышу словосочетание «гей» в Чечне Мне сразу вспоминается фильм «Крепкий орешек 3» Когда Брюс Виллис с плакатом «Я ненавижу нигеров» приперся в гарли Я голос моего бога Переищи, черт возьми Это была большая ошибка, понятно? Эй, он ненавидит черномасок, да? Что же мы будем делать? Отчет Это очень похожая ситуация И что там с ним было Я не знаю, это надо быть очень смелым человеком, чтобы так поступить Это очередной способ влиять на Путина То есть сначала были спортсмены, которые обожрались допингом Точнее, которых заставили обожраться ФСБ этим занималось лично Потом офшоры Где путинские хранят свои деньги Чуть ли не его деньги, его какой-то школьный друг Якобы там инструменты Чушь собачья Теперь вот эти геи Тонкая работа Запада То есть воевать они с ним не хотят Но так как они к нему с претензией То есть он такой не рукопожатный теперь стал То они обнародуют его косяки И те места, где он ситуацию не контролирует Как, например, с вот этими геями в Чечне Он не способен на нее влиять Есть этого? Нет Это абсолютно не важно То есть в этой ситуации В этой ситуации важно показать Что он никак не способен повлиять на эту ситуацию И не только потому, что он не хочет и не может А в силу как бы национальных традиций этого региона И управления его Он же не может Кадырову приказать с пониманием относиться к геям Потому что Кадыров не может этого выполнить Не потому, что он там не любит геев Хотя я уверен, что он их не любит А потому, что народ в Чечне Он просто взбесится от этого Если он на это пойдет У него нет такого выбора То есть там толерантно к ним относиться Или нетолерантно Большинство там будет против Однозначно Это не Европа И даже не Россия Во всем мире, вот, мировое сообщество Но даже не задумывается о том Чем отличается русский от чеченца То есть что это абсолютно разные люди Разные народы Мировоззрение у них тоже разное Я не знаю Вы что там думаете, что у нас тут до сих пор Советский Союз Все друзья и все друг друга любят Да уже давно не так То есть у них своя жизнь Но с другой стороны я понимаю, что выбрали именно этот регион Опять-таки для того, чтобы громыхнуло посильнее с этими геями Потому что это просто безвыходная ситуация Ее не решит никто Ни Кадыров, ни Путин Как они ее решат, если у них народ против этого будет Получается, Кадыров подставляет Путина сам того не хотя То есть наведением вот этого, по его мнению Порядка в республике Своими вот этими репрессиями И хватая всех подряд с улицы Кто с ним не согласен Он дал повод вот этому международному сообществу Поинтересоваться А как же там с геями То есть почему выбраны именно геи Потому что если бы они сказали Вот в Чечне нарушаются права обычных людей Да, вот самых обыкновенных граждан Что делает Кадыров? Он показывает улицу чистую Несколько небоскребов Самую большую мечеть в Европе Все ходят, улыбаются, радуются Никакой ни стрельбы Никто никого не притесняет Все хорошо То есть все Тем самым доказывает Что в республике порядок с геями Вот ему говорят Ты геев притесняешь Он же не может показать Что геев-то там не притесняют Что они живут там хорошо Что там кто-то беспокоится об их правах Это невозможно сделать То есть это безвыходная для него ситуация Геев там не показать Их и в Москве не показать То есть Как ты их в Москве покажешь Тут же прибегут какие-то казаки Попы Не знаю там Десантники Кто угодно Начнут их калашматить Убивать А тут речь идет вообще про грозный Если в Европе это действительно спланировали И вот эту новую газету используют Просто как для того, чтобы зажечь искру То это красивая работа То есть такая многоходовочка Очередная в сторону Путина То есть это как прихватить двух зайцев Мало того, что Путин не контролирует ситуацию в Чечне И не может туда направить никаких своих силовиков Чтобы они разбирались Так еще и у нас в России у Путина геев убивают То есть это получается не цивилизованное государство, как в Европе А какое-то средневековье В цивилизованных странах геев должны любить Относиться к ним с пониманием И создавать им комфортные условия для их существования и деятельности У Европы задача не выдумывать небылицы про Путина А действовать на основе реальных фактов Которые всем известны и без труда проверяются Показать, что при его правлении в стране царит полный беспредел во всех сферах И геи это только очередной камень в его огород Это вариант показать то, что Путин не особо контролирует то, что у него происходит И чаще всего не способен влиять на ситуацию Почему выбрали именно этот регион для этого? Ну, я представляю, какое зло берет чеченцев сейчас Когда они слышат словосочетание геи и Чеченя То есть сейчас в новостях просто целый день вот на эхо могут про это говорить Я даже сам удивился, думаю, что вы бред какой-то обсуждаете Но откуда в Чечне геи? То есть тут тоже вот такой момент Это очень смешно на самом деле Потому что геи, да, они всегда работают на контрасте То есть вот что им надо Им нужно влезть туда со своими этими приключениями Где их ненавидят точно Чтобы... Где им не лояльны однозначно Вот день ВДВ Вот я могу это судить, потому что я сам десантник То есть смотрите, вот кого они выбирают Десантников Припереться на день ВДВ Геи Чечня То есть где как бы на религии все построено То есть там и отношения мужчины с женщиной-то не принято На показ выясняю Тут еще геи какие-то Мужик с мужиком Вот Конечно, геи есть среди, могут появиться кого угодно И среди десантников, и среди чеченцев Ну вот сколько шансов в Чечне появиться геям И бороться там за свои права Ну зачем там будешь это делать Когда там будет любой Абсолютно любой прохожий 99,9% даст тебе по морде за это В лучшем случае Если не пристрелит, как какую-то бешеную собаку Понятно, что этот регион выбран именно для того Чтобы противостояние было особенно жестким То есть геев не любят во всей России Их и в Москве не любят И в Питере Но в Чечне теперь их требуют любить Вот тот же День ВДВ Ну вот известно это видео Где этот рыжий пидор С флагом ЛГБТ Выкатился на Дворцовую площадь В самый разгар праздника У меня к геям отношения спокойные Мне на них абсолютно наплевать Какое мне дело, кто, как, с кем трахается Мне абсолютно без разницы Хотят они там сидеть, делать свои какие-то дела Пускай делают Меня это как касается? Никак Но с другой стороны Гей прется туда, где собралась толпа пьяных людей Для которых его появление там в принципе оскорбление Даже без плаката Но они так это воспринимают Хотя вот если смотреть вот это видео Гей в День ВДВ То там почему-то больше негатива вызывают сами вот эти вот десантники Особенно тот, кто не только оскорбился приходом гея на этот праздник Но и обрадовался его приходу Потому что он теперь смог себя проявить как какой-то лидер десантников Вот это видно по вот этому человеку, который там вокруг него командует Какое-то кольцо создает по вот этому пареньку Вот Он там в перчатках почему-то В День ВДВ в перчатках с накладками Я не знаю, какой-то Зачем тебе это? То есть, что ты повелся-то? Ты же десантник Ты что на этом педике решил себе карьеру лидера сделать? Среди своих друзей Вспомнить боевые будни? Я вот никогда не отмечаю день ВДВ на Дворцовой Мы как-то в других местах собираемся Но если бы даже в этот момент я был на Дворцовой Вот допустим, я с одной стороны А гей вышел он на середину площади Там у столба стоял Не знаю, мне было бы даже лень что-то бежать к нему Они прям бегом к нему побежали И самое главное, вот этому парнишке рыжему Ему, я не знаю, его самобладанию можно только позавидовать То есть, было видно, что он испугался Но при этом и какой-то кайф получал А то, что его стоят, вот они его обнимают Знаешь, ты там че обордел? При этом они же его не бьют Потому что там масса камер То есть, ну он приперся с журналистами, с заряженной То есть, ждали как бы, что будет сейчас тут убийство, скорее всего Ну или как минимум его каким-то инвалидом сделают Не знаю, это надо много решительности иметь, чтобы так сделать И духа, потому что, ну ладно, если это трезвые люди А он же должен был понимать, что трезвых на день ВДВ среди десантников немного Вот возвращаясь к Кадырову Кадыров как-то заявил, что в духе чеченского народа Быть самым-самым, самым первым везде Самым лучшим, самым умным Вот, не знаю, я и русских людей таких знаю Кто вот так Я не знаю, как там у чеченцев Но вот русских я таких знаю Кто хочет быть самым-самым Но это вот ребячество какое-то Я не знаю, а зачем возникает вопрос Зачем быть самым-самым во всем Мне вот, например, достаточно быть самым-самым в чем-то одном Это что, от неуверенности в себе А если вы все-таки не являетесь самыми лучшими во всем То как, остальные должны все-таки считать вас самыми лучшими во всем Чтобы вы на них не обижались Делать вид Что для вас важнее? Чтобы вас считали этими самыми лучшими Или чтобы вы реально были ими Вот как, например, говорят там Когда какой-то там чеченец, допустим Не важно там, кто-то вот с Кавказа здесь хулиганит Да, то они сразу говорят вот так Нет, это вот хулиган Мы его не будем считать чеченцем там Или дагестанцем Так он этого не перестает им быть То есть вы его не будете считать Но он же все равно им является Он же является не потому, что вы им считали У Кадырова есть определенная репутация Ну, по крайней мере, в информационном мире Не знаю, как она у него там реальна в Чечне Репутация задиры Если ты в информационном мире задира То ты не можешь оставаться незамеченным Вот, например, как и ситуация с Федором Емельяненко То, что вот у них произошел конфликт Опять угрозы Я не знаю, почему они подумали То есть, вот, например, они угрожали ему Да, сам не то сказал Ты там нифига не честный сам Нас призываешь честными быть То есть, кто ты такой Ну, допустим Но после того, как вы ему угрожаете Вы же должны понимать Что вот сейчас Кто угодно наедет на Федора Емельяненко И подумают на вас Как и произошло Вот с его дочерью То есть, прошло там буквально 2-3 недели Бац, дочке по башке дали Получается, они заложники вот этой ситуации То есть, им только достаточно кому-то поугрожать После чего их же противник Может на этого человека наехать И подумают на них То есть, после этого уже будет неважно, кто наехал Реально На дочь Федора Емельяненко Важно, кто угрожал И у кого была возможность Возможность у них такая Естественно, есть наехать на кого угодно Их никто не подставлял Они подставляются своими вот этими резкими высказываниями Даже если они не собираются ничего делать Все равно это уже не важно Потому что сделать могут за них их противники То есть, нужно просто дождаться Когда Кадыров начнет Или его окружение Кому-то угрожать Все, можно воспользоваться этой ситуацией против него Даже если он сам реально И не собирался ничего делать Вот сейчас, я не знаю Путину поверят на слово Международное сообщество Что он там навел порядок Или не поверят А если, например, они скажут У нас вот Мы не верим тебе на слово У нас условие такое Что Для доказательства того Что в Чечне Толерантно относятся К лицам нетрадиционной Сексуальной ориентации Проведите поряд геев в Чечне Иначе мы не поверим Что у Путина в Чечне Соблюдаются права свободных людей И после этого Путину придется дать приказ Кадырову Тут же известны вот эти все высказывания Когда Кадыров говорит Я готов выполнить любой приказ Путина Главнокомандующего Ну я не знаю Приказы разные бывают Прикажет Главнокомандующий Путин Провести парад геев Значит провести парад Прикажет стать геями Значит стать геями Собрали же там как-то Миллионный митинг За Путина Хотя я сомневаюсь Что там за Путина Все поголовно Особенно после того Как они воевали против него Больше пяти лет Значит и в поддержку геев соберут Если Путин потребует Если его надо поддержать Перед международным сообществом Которое сейчас на него наехало Или бросить его На произвол судьбы Это как проверка Кому Кадыров больше верен Их традициям и обычаям Или Путину Опять-таки играет роль Их репутация То есть Могут в Чечне По тюрьмам Раскидать геев Или там не геев А каких-то неугодных Могут Могут ли там быть Какие-то тюрьмы Вне системы Российской ГУИН Тоже могут Потому что Вот эти вот Кадыровские войска Непонятно К чему они относятся Они как будто И не армия российская То есть У них свой Главнокомандующий Может ли Чечня Руководствовать Своей Религией Верой Традициями Обычаи Не выполнять Российские законы Тоже может Это происходит У них Постоянно Все что Не в их традициях Но у них Это враги Автоматически Терпение Они никакого Проявлять Не собирались И не собираются Это точно Если там В шортах Запрещено Ходить Их традициями То какие геи Какая толерантность О чем вы говорите Там Семьи Достаточно крупные Вот Представляете Что будет Если выяснится Что в какой-то семье Есть гей То есть Тут дело Даже идет Не о чести Семьи О том Что вас Убить Всех могут Из-за этого Вот в этой Вот статье Про гей То есть Хватают Одного Который Подозревается В том Что он Пидор Начинают Ждать Пока ему Позвонят На трубку Кто-то И тех Кто ему Звонит Его тоже Цепляют Как бы Тащат Там Какие-то Пытки То есть Что он С ним Общается Знал И не донес Значит Взял на себя Ответственность Значит Тоже Гей Вот Такой Подход То есть Естественно Там Никакой Толерантности К этому Не будет А сами Не позволят Никакой Пропаганды Там Гей ЛГБТ Движения И так далее Потому что Это огромный Риск И опять-таки Сколько процентов В том Обществе Появиться Человеку С нетрадиционной Сексуальной Ориентацией А главное С желанием Это там Пропагандировать Если он там И появится Он уедет Оттуда Сразу И все И ему Безопаснее И его семье И всем остальным Но это надо Дураком быть Кадыр Про цивилизованное Государство А цивилизованное Государство Сейчас В мире Это бережное Отношение Геем Я уверен Им конечно Насрать Там все Это У них Свои Ориентиры И ориентированы Они Естественно На исламский Мир То есть У них там Свои законы Свои обычаи Хотя и бабки Тоже Никто не забывает Подводя Итог Данного Видео Путин Скал Что поговорит С силовиками Чтобы они Там провели Проверку Генпрокуратура Ну Я не знаю Мне кажется Этих силовиков И генпрокуратуру Просто по телефону Из Чечни Нахер Пошлют И все На этом все Закончится С проверкой Генпрокуратуры С другой стороны Кадыров Сам Уже заявил Что сам там Разберется Все проверит Но он же понимает Что если начать Что-то проверять И что-то делать Вообще В этом направлении То ты как будто Соглашаешься С тем Что геи в Чечне Есть А он Тут же дал заявление Что их там нет То есть Если их там нет То и проверять Нечего Поэтому он Ну вот я говорю Здесь такая Безвыходная ситуация Для них Он и проверять Не может И доказать Не может И согласиться Не может То есть Может только говорить Нет Нет Ничего Нет Не было И вообще Но при этом Того что Ничего не было Возможностей доказать У него тоже нет А если Путина Будет все так же Донимать Международное сообщество То он Как обычно В своем духе Скажет Что Есть отдельные люди Которые Жрут допинг Хранят бабки В офшорах Унижают Убивают Геев Везде И мы С ними Просто таки Нещадно будем Бороться И боремся Может быть Даже предоставят Каких-то Виновных Которые во всем Виноваты Что это Вот отдельные Случаи Путин Путин Как Глеб Егоры Джиглов Будет Клонить К тому Что порядок В стране Определяется Не наличием Правонарушений А умением Правоохранительных Органов Бороться С ними Все Пока Пока Продолжение следует Продолжение следует